Давайте теперь напишем универсальный код, который будет выделять двумерный массив intов заданного размера. Мы обернем этот код в функцию, для создания двумерного массива будем описывать функцию createArray2d. На вход эта функция будет получать размерность, в нашем случае это два числа a и b. Замечу сразу же, что мы здесь используем тип size t, так как это специальный тип для указания размера массива, размера типов и так далее. Внутри функции мы делаем ровно то же, что и в предыдущем примере. Мы сначала выделяем массив с указателями на строки, так как строк у нас a, то в этом массив будет a элементов типа int . И дальше в цикле каждому элементу этого массива присваиваем строку, причем строку мы также динамически выделяем. И в конце возвращаем указатель на массив с указателями на строки. Для того, чтобы удалить такой массив, нам потребуется передать функцию указатель на тот массив, который мы хотим освободить, и его размерность. Удаление будет происходить в обратном порядке. Мы сначала пробежим по всем указателям на строки, то есть по массиву указателя на строк, и удалим каждый массив, который соответствует строчке, то есть то, что выделяли здесь, мы удалим вот тут. И в конце мы удалим уже непосредственно массив с указателями на строки. Замечу, что при таком подходе к реализации двумерного массива нам при удалении не нужно знать вторую размерность. То есть она здесь указана исключительно для того, чтобы функции выглядели единообразно. Размерность B нам не нужна, просто потому что оператор delete не требует указания размера того пуска, который мы нужно удалить. Для того, чтобы освободить сегмент памяти, он использует некоторую служебную информацию, которая там тоже присутствует. Соответственно, размер памяти указывать не надо, и вторая размерность нам не требуется. Отметим также, что у данного подхода есть серьезный недостаток. Дело в том, что при выделении массива мы а плюс один раз вызываем оператор new, что с одной стороны может рассматриваться как достаточно долгие операции, с другой стороны наш массив получается не связанным, то есть он состоит из A кусочков, которые соответствуют строчкам, плюс строка с указателями на строке. Получается, что при таком подходе мы достаточно сильно фрагментируем память. На следующих слайдах мы рассмотрим более эффективный подход для выделения двумерного массива. Продолжение следует...